30-е пленарное заседание Совета иностранных инвесторов под председательством президента страны прошло в Астане. Тематикой заседания стала «Энергия будущего». Совет иностранных инвесторов является уникальной площадкой под председательством главы государства. Нарсултан Назарбаев отметил, что привлечение зарубежных инвестиций надо всецело использовать для привлечения в нашу страну знаний и новых технологий. «Энергия будущего» – эта тема стала главной на заседании 30-го пленарного заседания Совета иностранных инвесторов. Неудивительно, что мероприятие прошло на площадке международной выставки «Экспо». Приветствуя участников, глава государства Нарсултан Назарбаев отметил, что мир активно ищет новые источники энергии и находятся на пороге технологического прорыва. Идеология проведения выставки «Экспо» в Астане в этом году состоит в объединении усилий государств, направленных на развитие чистой энергетики. «Энергетический сектор для нашей страны имеет большое значение. При этом, несмотря на наличие огромных природных ресурсов, Казахстан намерен активно развивать возобновляемые альтернативные источники энергии. В этой связи реализуются концепции по переходу к зеленой экономике. Нам и инсценировано создание Международного центра зеленых технологий и инвестиций энергии в будущее, которая будет работать здесь после окончания работы выставки». Президент Казахстана в качестве наиболее приемлемой для нашей страны назвал смешанную систему энергопроизводства. Она подразумевает выработку энергии из традиционных источников с параллельным развитием возобновляемой энергетики. Стремления Казахстана всецело поддерживают и крупнейшие иностранные компании, в частности General Electric Transportation. «В рамках третьей модернизации и стремлений президента Нарсултана Назарбаева к лидерству Казахстана в переходе к зеленой экономике, GEE также вносит свой посильный вклад в развитие сектора возобновляемой энергетики. В результате проводимой Министерством энергетики и нормотворческой работы сферы возобновляемой энергетики обрела новых инвесторов. И в этой связи мы рады объявить о том, что вчера было подписано трехсторонний меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области разработки и реализации проектов по использованию возобновляемых источников энергии в Республике Казахстан». До конца 2020 года в эксплуатацию будет введено более 50 объектов на возобновляемых источниках с суммарной мощностью 2000 мегаватт. А к 2050-му доля альтернативной энергии в энергобалансе Казахстана должна увеличиться до 50%. Отметим, что один из объектов – солнечная электростанция – возводится в Карагандинской области. В следующем году инвесторы вновь соберутся в Казахстане. Очередное заседание будет посвящено ускоренной модернизации. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский.